Приветствую вас, честно говоря, немножечко смущает то, как вы обращаетесь, в данном случае, к людям на сайте. Вот, прошу понять меня правильно, потому что я совершенно не против того, чтобы вы называли нас друзьями. Вот, но все-таки стоит помнить, что психолог это не совсем друг, это лицо очень близко, но не друг. Когда вы говорите, что уважаемые друзья, вы несколько, мне кажется, забываете о том, что психолог все-таки не друг. Вот, это первое, значит, второе, второй момент. Вы пишите о том, что на грани развода подалось явление сами, так как муж за год со мной не живет. Ну, это нормально. Если муж не живет год, значит, вероятно, самое такое адекватное, это действительно подать заявление. Фактически, брака у вас нет, фактически. Поэтому это абсолютно нормально. Я удивлен, что вы прожили год в таком состоянии. Так, просто он в один момент забрал вещи и ушел. В течение года я ездил к нему, чтобы поговорить. Всего слов у него просли чувства. Ну, как я чувствую? Он что-то скрывает, он не мог учитывать и исчезнуть за две недели. Мой брак прожил две недели. Я бы сказал, что это скорее ваша идея, а потому что чувства не могут пройти за две недели. Это, увы, условно говоря, не можете поверить в то, что у него могли пройти к вам чувства. Вот. То есть вам это сложно поверить. То, что у него не могли пройти. Но, то, что они у него могли пройти. Это факт. То, что человек не хочет быть с вами, в независимости от того, скрывает он что-то или нет. То же, тоже факт. То, что вам для чего-то нужно знать правду. Вы не относитесь с принятием к выбору человека. Это тоже факт. То есть вам сложно принять, например, выбор вашего, наверное, теперь же бывшего мужа. С вами нибудь вам сложно принять его выбор. Такой. Вот. Почему вам сложно принять такой выбор? Почему идёт здесь у вас сопротивление? Там это важно, как мне кажется, разобрать и рассмотреть этот момент. Дальше. Мы в браке прожили две недели. Но это очень мало. Это очень мало. Я успел унижаться и просить его вернуться. Даже моя подруга просила и сестра дать этим отношениям шанс. Но он сказал, что подумает, а в итоге подумал год и так и не вернулся. Ну, мне кажется, что это тут случай, когда отношения становятся важнее людей. То есть для вас сам факт отношений в какой-то момент стал важнее, чем, например, человек сам, его выбор, то есть выбор человека. Быть там, например, с вами или нет. И вы просто пытаетесь его вернуть. Ну, как бы это не очень хорошая позиция с точки зрения психологии и с точки зрения выстраивания отношений, конструктивных отношений. Плюс еще вы здесь привлекаете третьих лиц. Я в один момент скопила, резко его попросила прийти в ЗАГС и подавать документы на развод. Ну, это нормально в данном случае. Только то, что вы, как вы говорите, резко вскипели вот этот момент. Потому что это говорит о том, что вы резко вскипели, что вы себя сдерживаете, вот, и не выражаете свою реакцию вероятно. Вот. И это проблема, как мне кажется, ну, для вас вот проблема, потому что вы не чувствуете себя собой. Вот, неестественным. Вот. Ну, вы чувствуете себя неестественным. Потому что то, что вы именно вот вскипели, с этим я бы поработал как с отдельным, ну, с отдельным моментом. Вот. Потому что это свидетельство того, что вы не свободны. Ну, вы склонны, склонны себя занимать. Опять же, вот. Как это получается? Я имею ввиду. Эээ. Как вот. Получается, да, что вы себе, ну, что вы вскипели. Каким образом это получается? Это получается таким образом, что вы унижаетесь и вы это делаете против своей воли. То есть вам это, ну, не очень приятно, не очень комфортно. Вот. Не очень неестественно вы себя в этом чувствуете. Вот. В каком смысле, да, не очень естественно. То есть вы в глубине души не хотите унижняться и так далее. Вот. Ну, может быть, вы считаете, что ваш муж не прав, но из-за того, например, что вы боитесь его потерять или из-за того, например, что вы не принимаете его выбор, вы продолжаете себя, вот там, ну, словно говоря, обманом. Вот. Вы продолжаете себя насиловать, мучить и так далее. Вот. И отсюда возникает такое вот вскипение. То, что вы как раз говорите. Вот. Дальше. Верит Бог, я хотел быть с этим человеком всю жизнь. Ну, никто не знает, сколько мы пробудем с человеком. И уж рассчитывать на то, что мы с кем-то пробудем всю жизнь, ну, по меньшей мере, несколько опрометчиво. Но он сам не откровенен, говорит просто, нет, нет. Учисли чувства. У меня ощущение, как будто вы оправдывались. При этом я даже наблюдал удовольствие, некий пафос с его стороны. Ну, про удовольствие плюс-минус понятно, а вот пафос не очень. Я думаю, что почему-то мужчине понадобилось иметь власть над вами, которую вы с большой радостью, судя по всему, ему предоставили. Я в растерянности, не знаю, как поступить, вдруг я совершаю ошибки, надо как-то по-другому разговаривать с ним, чтобы он вернулся. Зачем возвращать? Того, кто не хочет. Какую именно ошибку вы совершаете? Мне кажется, что вы пытаетесь здесь решить некоторую свою проблему. Я не знаю, конечно, какую. Но мне кажется, что вы пытаетесь решить свою какую-то проблему. Например, страх одиночества. Или у вас имеется психологическая драма, связанная с разводом. Например. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вам в любом случае это нужно сделать, потому что необходимо разобраться в себе, чтобы вы не путались, где вы обращены на себя, а где на мысль. Вот. На этом всё. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Вот. Ну и решение ваших проблем, решение вашей ситуации. Да. И определите, в чём вам может помочь психолог. Поехали. 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 Поехали.